Бронхоскоп Это видеобронхоскоп Хорошего качества разрешающий экран Который позволяет Он портативный С прекрасными визуализацией И у него есть Как у всех наших бронхоскопов Рукоятка, рычаг для большого пальца Эргономика очень хорошая Выглядит это ровно так Как мы с вами привыкли Держать бронхоскопы Аспирационный клапан Биопсийный порт Кнопка захвата изображения Потому что совершенно спокойно В монитор можно поставить Флешку для видео и фотофиксации Изгибающая часть Еще одно из преимуществ Есть три диаметра Таких бронхоскопов Они могут Использоваться как у детей С диаметром 3,8 мм Обычный 5 мм И ширококанальный бронхоскоп 5,8 мм И вы видите Как изгибается Дистальная часть бронхоскопа У него Изгибающая способность Выше Поле обзора 90 градусов Угол изгиба 180 градусов Вверх и вниз Тем самым Все возможные изгибы Он совершенно спокойно Проходит И не мешает Для визуализации Сложных Сложных образований Находящихся Например в верхней доле И так далее Сам экран Это диагональ 31 см С высоким Разрешающей способностью 2736 пикселей И как я уже говорила Возможность Фото и видеофиксации Что очень важно Одноразовые Бронхоскопы Компании Boston Scientific Обладают функцией К сожалению Препятствующей Повторному использованию Они Снабжены чипами Монитор выдают Предупреждение о том Что до окончания 12-часового лимита Использования Остается 30 минут После достижения Лимита Бронхоскопы Перестают функционировать А на моторе Определяется Ошибка повторного Использования Одновременно с этим Данные Бронхоскопы Очень важно Использовать У больших Тяжелых Коморбидных Пациентов Вот Как выглядят Воочию Данные Бронхоскопы Они С разной Цветовой окраской Для того Чтобы мы понимали Как выглядит Не перепутать Как выглядит И какой правильно взять Тонкий, средний Или большого Диаметра Диаметра Бронхоскопа И вы видите Что Совершенно Спокойно Бронхоскоп Может проходить И Зная то Что мы должны С вами Выполнить Можно Избрать Тот диаметр Бронхоскопа Который Который Мы с вами Предпочитаем В данном Случае Преимущество Этих Бронхоскоп Безусловно Это полная Тотальная Стерильность Портативных И легкодоступность Оптимизации Сроков Бронхоскопического Вмешательства За счет Параллельного Использования И Я бы хотела Отметить Что Безусловно Мы сейчас Все считаем Экономичной Целесообразностью Но в целом Если использовать Особенно мы Когда пользуем В онкологической Практике У тяжелобольных Пациентов И Мы знаем Что проблема Госпитальной Инфекции Велика И Мы используем У деток И В онкогематологии У пациентов С аплазией Козного мозга Где не должна быть Никакая бактерия Занесена Лечение Сепсиса Много дороже Чем использование Одноразового Бронхоскопа И вот По стерильности Были проведены Уже исследования Изучена Стерильность 24-х Многоразовых Бронхоскопий Используем В клинике И После ручной Очистки 100% Бронхоскопов Имели Остаточные Загрязнения Видимые Загрязнения Наблюдались 100% Бронхоскопов Рост Микроорганизмов Каких-либо Остаточных Все равно Был У 14-ти Бронхоскопов Полностью Переработанных То есть Это 58% Включая И плесень И Виды Ишерихи Коли Ишегеллы То есть К сожалению После дезинфекции Высокого уровня Остаточное Загрязнение Бронхоскопов Остается И авторы Пришли к выводу Что меры По дезинфекции Высокого уровня К сожалению Не всегда Эффективны И выступили За переход К использованию Стерильных Одноразовых Бронхоскопов Клинические Случаи Я покажу Мы использовали Несколько Клинических Случаев И несколько Одноразовых Бронхоскопов И мы хотим Показать Эффективность В нашей работе Вот у нас был Пациент 71-го года С аденокортикальным Раком Справа Опухолевым Тромбо В нижней полной Вене С нефродреналэктомией Справа Тромбэктомией Нижней полной Венной Резекцией 6-го и 7-го Сегментов Печени На пятые сутки После проведенного Оперативного Вмешательства Гипертермия И взят Общий анализ Крови Который показал Выраженный Ликоцитоз И Вы видите Что задние отделы Преимущественно Нижних долей Обоих легких Компрометированы Жидкостью В нижней доле И в пятом сегменте Верхней доле Левого легкого А также В нижней доле Правого легкого Включая Шестой Второй Четвертый Сегменты Право Определяются Множественные Участки Инфильтрации Легочной Ткани Сливающейся Между собой И мелкие Бронхи Утолщины Стенки Субсегментарных Бронхи Компрометированы И имеется Большое количество Содержимого И вот Как выглядит Визуализация При помощи Одноразного Бронхоскопа Посмотрите Ничем не отличается От высококачественных Бронхоскопов Высокого уровня И при выполнении Мы увидели Незначительное Количество Слизистогной Содержимого Через Ширококанальные Индоскопы Все это было Аспирировано И безусловно Не занесена Какая-либо Дополнительная Инфекция Здесь же Мы использовали Так как мы Выполняли Это исследование В отделении Интенсивной Терапии Что можно было Быстро взять Вместе с Монитором И прийти Я прекрасно Много езжу По стране И прекрасно знаю Что многие Клиники Которые имеют Интенсивную терапию Не обладают Большим количеством Места Чтобы развернуться И даже Спрашивали О наличии Возможности Продлить жизнь Фиброскопом Потому что Большие стойки Большие стойки Очень Маломобильны И вот как раз Это решение Одноразовых Бронхоскопов Тоже помогает В данном вопросе И посмотрите После Бронхолевиарного Лаважа Мы выявили Ацинобактер Клипсиелу Пневмония Стофилококк И Каринобактер Поэтому Безусловно Это очень важно И самое главное Это очень быстро Делается И посмотрите У нас В онкологическом Научном центре Открылся Самый крупный В Европе Центр Детской онкологии И Пациентов Мы теперь Принимаем С нуля С первого дня Жизни И пациент Четырех месяцев Билатеральная Нефробластома Четвертой стадии Снегивантной Химиотерапии По Международному Протоколу Ребенок Пережил Клиническую Смерть С успешной Реанимацией Затем Вошел В сепсис И септический Шок Постреанимационная Болезнь Церебральная Дыхательность Сердечно-сосудистая Натеральная Недостаточность То есть Первые сутки Варит Состояние Тяжелое Обусловлено Дыхательно-недостаточное На фоне Эндобронхита И Вы Видите Что воздушность Обоих легких Снижена По типу Матового стекла С консолизацией В нижних отделах Далевые Сегментарные Бронхи прослеживаются В их просветах Определяется Большое количество Содержимого И вот В связи С нахождением Пациента На аппарате ИВЛ Мы взяли Самый тонкий Бронхоскоп С Каналом И Нам нужно было Выполнить Обязательно Бронхолиарный Лаваш Канал эндоскоп То есть Ширина эндоскоп 3,8 Миллиметра Четырехмесячному Пациенту Это подошло И И посмотрите Как выглядит Само Исследование Опять же Очень достаточно Выраженный Эндобронхит Слизистые пробки После санации Все Бронхиальное дерево Очищено И Качество Бронхоскопии Не Хуже Чем У Высокоразрешающих Бронхоскопов Вы посмотрите Сколько Выявлено Флоры Клепсиела Стенотрофомананус И Псевдомананы В большом количестве Были выявлены И Что самое Интересное Пациент Был Уже Можно сказать Что успешно Вылечен У пациента Есть Возможность То есть Перенеся Все Мытарства В 4 месяца У него Есть Шанс Большой Что он Будет Вылечен И Спокойно Продолжать Жизнь Потому что После Химиотерапии Которая Проведена После Купирования Сепсиса У пациента Полный Эффект И Пациент 54 лет С диагнозом Центральный рак Нижней доли Правого Легкого Предъявлял Жалобы На сухой Кашель По поводу данного Обследовался По месту Жительства Выявлено Образование С6 Нижней доли Правого Легкого 4 на 5 Сантиметра В диаметре С бугристым Контором Без увеличения Лимфатических Узлов И направлен К нам На Определение Дальнейшей Тактики Лечения Мы Выявили И Антитела К гепатиту С И К Иммун Дефицит У человека Суф До 12 И Образование Образовывало Единый Конгломерат С лимфатическими Узлами Корни Легкого И Бефоркуляционными Лимфатическими Узлами Вот Вот Посмотрите Как Выглядит КТ Исследование У данного Пациента И При бронхоскопии Просвет Главного Бронха В области Устья Обтурирован Экзофитным Образованием С гладкой Поверхностью Слева Просвет Доступных Осмотров Бронхов Не изменен И Это была Картина Центрального Рака Правого Легкого Вот Посмотрите В режиме Реального Времени Как Выглядит Бронхоскопия Стандартным Ширококанальным Эндоскопом И Вы видите Что Весь микрососудистый Рисунок Мы можем Четко Визуализировать Пройти До субсегментарных Бронхов Канал Позволяет Взять Достаточное Количество Биопсии Для данного Пациента И Произвести Безопасную Стерильную Стерильные Услой Исследования С Достойным Большим Количеством Материала И вот Посмотрите Эта Экономичность Которую У нас Сейчас Любое Руководство Требует Что мы С вами Соблюдали При учете Потенциальных Затрат На лечение Инфекций Связанных С бронхоскопией Использование Одноразовых Барханскозов Было более Экономичным И связано С меньшим Количеством Случаем Перекрестного Заражения И бронхоскопии Ассоциированных Инфекций Требующих Большого Количества Лекарственной Антибактериальной Терапии Кроме того Поскольку Одноразовые Бронхоскопы Являются Устройством Одноразового Использования Они не требуют Повторной Дезинфекции И это тоже Снижает Нагрузку Экономическую На использование Дезинфицирующих Растворов И снижает Затраты на Очистку И хранение Бронхоскопов И посмотрите Был проведен Систематический Обзор И анализ Экономической Эффективности Многоразовых И одноразовых Гибких Бронхоскопов И наши Зарубежные Коллеги Показали 16 исследований О перекрестном Заражении Инфекции При использовании Многоразового Бронхоскопа И определена Стоимость Лечения Клинических Последствий Инфекции Связанной С бронхоскопами На одного Пациента А также Экономическая Эффективность Многоразовых Эндоскопов И риск Инфицирования После бронхоскопии Составил Порядка 3% По сравнению С 0 Возможностью Инфекции Одноразовыми Бронхоскопами И посмотрите Использование Многоразового Гибкого Бронхоскопа Составила Цена Бронхоскопии 249 фунтов Стерлингов А одноразово 220 Анализ Экономической Эффективности Показал Что стоимость Использования Многоразовых Гибких Бронхоскопов Составляет Даже 511 Из-за потенциальных Затрат На Лечение Инфекции Таким способом Была доказана Экономическая Целезообразность Использования Одноразовых На первый взгляд Казавшихся Дорогими Бронхоскопами Но на самом деле Если посчитать Все скрытые Затраты Они экономически Более эффективны Одноразовые Бронхоскопы Не требуют Перемещения Как я уже Говорила Установки Персоналом Видеоэндоскопической Стойки И обеспечивают Немедленную Доступность Как в операционные Так и в Труднодоступные Участки Бронхиального Дерева Вот еще Посмотрите Нерула С коллегами Провели Ретроспективный Обзор Пациентов С ковидом Во время Пандемии Основываясь На протоколе Оказания Медицинской Помощи Пациентам Сапно И в 28 Случаях И одноразовые Бронхоскопы Успешно Использованы В 19 Из них И визуализированы Даже введение Иглы Прохождение Проводника И самой Бронхоскопической Трахеостомической Трубки Поэтому Это тоже Очень удобно Недостатки Это конечно Чуть-чуть Более Все-таки Есть разница С Как мы уже Привыкли С узким спектром Света ЛСА Увеличением Двойным фокусом Понятно Но Если сравнивать С простыми Линейкой Стандартного Или даже Не дай бог Фиброскопа То конечно Он выигрывает Но Все-таки К тому что мы Привыкли В федеральных центрах Немножко более низкое Качество изображения И Не такая Маневренность Хотя Мы С маневренностью Не согласны Как Показывает практика 180 градусов Очень хорошо Сохраняется На бронхоскопе И держится Винтами Вот Визуализация Сравнения Качества изображений Которые Немного Снижает Возможность Нет сравнительных Данных На сегодняшний день Маневренности Но вы видите Что одноразовый Слева бронхоскоп Все-таки Мне кажется Не будет уступать И рекомендуемые Показания Для Одноразовых Бронхоскопов Это безусловно Осмотр дыхательных Путей Бронхолиарный Лаваш Смывы Ну Все Возможные Манипуляции Которые мы можем Сделать в диагностическом И лечебном Эквиваленте И мне бы В заключении Хотелось сказать Что портативность Немедленной Доступности Теоретическое Снижение Риска Клинических Значимых Инфекций Дает преимущество Использование Одноразовых Бронхоскопов Перед Бронхоскопов Многоразовыми И я думаю Что скепсис По количеству Денег Используем На одноразовые Бронхоскопы Со временем Уйдет от нас Потому что Мы все научились Считать И получит Более широкое Распространение И в нашей Клинической практике Если мы раньше Тоже думали Что только Единичные Клиники Могут Владеть Сначала резекции Слизистой Потом Диссекции И так далее Я же В свою Сторону Не бронхоскопическую То мне кажется Через какое-то 5-7 лет Мы будем говорить Уже о мультицентровых Исследованиях И мы быстренько Побежим дальше Чтобы не задерживать Регламент Первый вопрос От Натальи Остапенко Все классно Цена вопроса Если не к вам Честно Перенаправьте В компанию Я думаю Я думаю Что надо Перенаправить Компанию Потому что На сегодняшний Момент Пока это Было Апробационный Вариант И как только Они все Зарегистрированы Я думаю Что компания Ответит На эти Частные Вопросы Но Как показывает Исследование Если Как я уже Показала В фунтах Стерлингов То использование Одноразового Бронхоскопа Плюс Дезинфекции Стоит Порядка 249 Фунтов Стерлингов Мы переведем По курсу Я думаю Да И Александр Последний вопрос У нас От Михаила Козлова Одноразовый Бронхоскоп Это прекрасно При применении У ослабленных В кавычках Пациентов Но Если стационар Выполняет Более Дворбронх Более Двадцати Бронхоскопий В день Одноразовые Бронхоскопы Не вариант А что Вы считаете По этому поводу Я тоже Не сторонница Того Что у меня В отделении Проводится Действительно Большущее Количество Исследований Порядка Пятидесяти Бронхоскопий В день На поликлинику Стационар Если еще Посчитать Реанимацию Наверное Порядка Шестидесяти Семидесяти Исследований Вместе с детским Институтом Конечно Мы захлебнемся В удовольствии Иметь Даже практически Не будет Помещений Где хранить Такое количество Бронхоскопического Аппаратуры Но В условиях Реанимации В условиях Операционной И У аплазированных Костным мозгом Пациентов С трансплантацией Костного мозга При лейкозах Лимфомах У детишек У которых Сразу активно Растет Грибковые Флоры Которые Лежат В стерильных Боксах И мы туда Заходим Не стерильным Эндоскопом Я считаю Что это Практически Убийство Каждый раз Пациента Поэтому У них Должна быть Обоснованная Ниша И конечно же Не надо Огульно Говорить Что Как Все Как В нашем Любимом Фильме Москва Слезам Не верит Завтра Будет только одно Сплошное Телевидение Театр Больше Не будет Нет У нас Не будет Завтра Одних Сплошных Одноразовых Эндоскопов У нас Все-таки Останется Ниша Для Многоразовых В использовании Но У коморбидных Пациентов И тяжелых Химиотерапевтических Я считаю Что это Обоснованно Спасибо Огромное Александр Исчерпывающий ответ Спасибо Большое Еще раз Я предлагаю Продолжить Наш Раздел И Следующий Доклад От Института Трансплантологии Константин Сергеевич